good morning доброе утро пока друзья присоединяются к прямому эфиру я поздороваюсь пользователями youtube которые уже будут смотреть наш эфир в записи присоединяйтесь ребятам с вами преподаватели английского языка hello алла симоненко и мы сейчас занимаемся английским языком в онлайн режиме каждый рабочий день здравствуйте века принцесс присоединилась к нам значит сегодня у нас тема и украины киев украины киев тематическая лексика отрабатываем слова и выражения по теме записываем слова словарик учим их пополняем свой запас тема это является сейчас темой согласно школьной программе шестые седьмые классы 5 принципе она немножко смещается по тому какой по порядку урок в течение месяца но темы great britain и украин у нас актуальны каждый школьный год как вы уже знаете значит кроме лексики по теме украин киев у нас сегодня с вами диалог по этой теме разбираем грамматические структуры повторяем разбираем кому как тебе гаинтю вот лайк и вилл для выражения будущего времени все на примерах разберем чтобы вам не сложно было чтобы вы не забывали как строится предложение на английском языке и в конце традиционно аудирование с домашним заданием выполненные задания вы мне присылаете директ или в любые соцсети и так ну что ж еще буквально минуточку и будем начинать остальные присоединятся к нам по ходу и будут смотреть запись чтобы повторить слова и выполнить упражнение не думайте что программа рассчитана только для школьников то есть я даю hello hello задания типичные для экзамена по английскому языку поэтому все уроки которые мы проводим сейчас прямых эфирах актуальны для всех кто хочет знать английский кто хочет сдать экзамен по английскому просто общаться и что-то знать на английском уметь в любой ситуации найти выход благодаря своим знаниям английского языка good morning good morning молодцы ребята просыпайтесь все таки уже десять часов околок in the morning it's time to learn english ну что ж пора учить английский начнем мы с тематической лексики по теме ukraine киев слова я попро дублирую в описании к видео на youtube алла симоненко также как и здесь в аккаунте я называюсь алла симоненко английскими буквами можете вести на русском учим английский с аллой симоненко и попадете на одно из моих видео соулы гэп статит начинаем юкрейн я буду переводить так как тема и украин и на украинский и на русские слова совы суверенный независимый совы когда второй раз повторяю вы тоже повторяете и таким образом проверяете себя our country the sovereign state наша страна независимое государство я буду давать и также примеры предложений с этими словами чтобы вы понимали где они могут использоваться good morning and boundary кордон мажа граница boundary пример предложения ukraine has common boundary with many countries украина имеет совместные границы с многими странами region область region there are 24 административных регионов у нас 24 административных региона то есть области wash омываты омывать ukraine is washed by the black sea and the sea of azov украина омывается черными азовскими морями wash омывать multinational богатонациональный многонациональный multinationale ukraine is a multinational state украина многонациональное государство variety разнообразие variety the country has a wide variety of minerals в украине много минералов то есть богат разнообразие favorable с приятливой благоприятный favorable ukraine has the favorable climate and the geographical position в украине благоприятный климат и географическое положение extremely надзвучайно чрезвычайно extremely the flora and fauna of our country are extremely rich flora и fauna нашей страны чрезвычайно богата inexhaustible невычерпный неисчерпаемый inexhaustible ukraine has inexhaustible natural wealth в украине неисчерпаемое природное богатство possess володиты обладать владеть possess the country possesses enormous tracts of woodland украина владеет неисчерпаемыми богатыми лесными массивами ancient стародавний ancient ukraine has an ancient history в украине давняя история deposit родовище залежи deposit our country has rich deposits of coal в нашей стране богатые запасы угля смотрю кто присоединяется good morning heritage спадщина наследие heritage we are interested in cultural heritage мы заинтересованы в культурном наследии revive відроджувати возрождать revive many names have been revived многие имена были возрождены stretch простягатися простираться украина простирается на 1316 км запада на восток opportunity можливість возможность opportunity he had the opportunity to visit Kyiv у него была возможность посетить Kyiv resident мешканец постійный житель resident its population is about 2.5 million residents его население около 2.5 миллионов жителей sightseeing огляд в изночных мест осмотр достопримечательностей sightseeing now we are going to continue our sightseeing of Kyiv а теперь мы собираемся продолжить осмотр достопримечательностей Kyiv и выражение по теме the supreme council верховная рада the supreme council слова я продублирую в описании к видео на YouTube national emblem державный герб государственный герб national emblem natural resources природные богатства природные богатства natural resources enormous tracks величезные массивы огромные массивы enormous tracks fine pasture чудовое пасовище отличное пасовище fine pasture fertile black soil родючий чернозем чернозем наш родючий fertile black soil non-ferrous metals кольоровые метали цветные метали non-ferrous metals raw materials сировина сырье raw materials to display a keen interest to display a keen interest виявляти великий інтерес проявлять большой интерес to display a keen interest to translate into life впроваджувати в життя воплощать жизнь to translate into life to establish relations встановлювати відносини устанавливать отношения to establish relations to set contacts встановлювати зв'язки устанавливать связи to set contacts to sign an agreement підписувати угоду подписывать соглашение to sign an agreement to facilitate the growth сприяти зростанню способствовать росту to facilitate the growth Good morning еще раз тем, кто присоединился мы прошли лексику по теме Ukraine key с этими словами у нас впереди диалог и с этими же ну с этой же тематической лексикой чтобы она не ушла в неизвестность мы также разберем грамматические структуры что ж диалог я помогу с переводом а вы слушайте и думаете так бы вы перевели или нет пишите комментарии делитесь кроме good morning жду от вас еще и комментариев по английскому so hello i'm so glad to meet you так рад тебя встретить i don't have any friends in this city у меня вообще нет друзей в этом городе what's there to see here что здесь можно посмотреть oh we have very many places of interest here у нас здесь много достопримечательностей every part of the city has something interesting or beautiful в каждой части города есть что-то интересное или красивое i have my car at the door of the hotel у меня машина возле гостиницы let me take you around the city давай я тебя прокачу по городу this is хрещатик это хрещатик кстати следующая тема будет про ким я вам покажу и хрещатик и так далее у меня есть их фотографии кто не был в этом городе it's the main street of the city it's the main street of the city хрещатик это основная улица города there are apartment houses, shops, and government offices here здесь есть и многоэтажные здания и магазины и также правительственные здания how long is it? насколько она длина hello, good morning, thank you it's relatively short it's only one thousand two hundred meters long она довольно-таки короткая всего лишь 1200 метров в длину and what is that building? а что это за здание? it's the city council это городской совет and that building with columns а то здание с колоннами that's the kiev state tchaikovsky conservatory это киевская государственная консерватория имени чайковского what parks are worth seeing in kiev? а какие парки стоит посмотреть в киеве? let's see vladimir hill park давай-ка пройдемся в парк владимирская горка we have a very beautiful view of the Dnepr from this place с этого места очень красивый вид на реку Днепр сейчас мы с этой же лексикой по теме которую я дала и продублирую в описании к видео на YouTube Алла Симоненко мы составим предложения с такими грамматическими структурами как to be going to собираться намереваться что-либо сделать в настоящем времени далее would like хотелось бы и с вспомогательным глаголом will будущего времени все это мы сделаем в сравнении чтобы легче было понять сразу же переходим к примерам и убедимся в чем разница поехали о себе я собираюсь посетить Киев столицу Украины о себе мы говорим и перед словом посетить глаголом словом выражающим действие мы ставим частичку to I am going to visit Киев the capital of Ukraine далее I would like to visit Киев the capital of Ukraine мне хотелось бы посетить Киев столицу Украины после would like также используем частичку to и для того чтобы выразить просто будущее время мы ставим вспомогательный глагол will перед глаголом глагол это слово выражающее действие в данном случае visit посетить I will visit Киев the capital of Ukraine я обязательно посещу да обязуюсь посетить Киев столицу Украины то есть я сделаю это действие в будущем я в этом уверен и в данном случае will visit между ними частичка to не ставится и так какому выводу мы приходим в обороте to be going to используем частичку to would like to используем перед глаголом to а для выражения будущего времени вам тоже сердечки а для выражения будущего времени просто употребляем вспомогательный глагол will который и будет указывать на будущее время перед глаголом без частички to далее о нем he is going to continue the sightseeing of он собирается продолжить осмотр достопримечательностей Киева he would like to continue the sightseeing of он хотел бы продолжить осмотр достопримечательностей Киева he will continue the sightseeing of Киев он продолжит осмотр достопримечательностей Киева о ней she is going to study the variety of flora and fauna of Ukraine она собирается изучать разнообразие флоры и фауны Украины she would like to study the variety of flora and fauna of Ukraine она хотела бы изучить разнообразие флоры и фауны Украины she will study the variety of flora and fauna of Ukraine еще раз о себе мы говорим I am going to о нем he is о ней she is и сейчас во множественном числе у нас будет форма глагола to be we are you are they are когда используем оборот to be going to используем частичку to would like to используем перед глаголом to для выражения будущего времени просто употребляем вспомогательный глагол will перед основным смысловым глаголом продолжаем во множественном числе we are going to facilitate the growth of Ukrainian cultural heritage мы собираемся способствовать росту украинского культурного наследия я старалась использовать лексику нашего урока по максимуму продолжаем с структурой оборотом would like we would like to facilitate the growth of Ukrainian cultural heritage мы хотели бы способствовать росту украинского культурного наследия и в будущем времени we will facilitate the growth of Ukrainian cultural heritage мы будем способствовать росту украинского культурного наследия о них они собираются с нашей страной они подпишут соглашение с нашей страной. Все эти предложения, примеры предложений с тематической лексикой по теме Украин, с грамматическими структурами я продублирую в описании к видео на YouTube-канале Алла Симоненко. И у нас сейчас аудирование и домашнее задание. Аудирование. Значит, у нас тема Украин-Киев. Мы разобрали лексику, примеры предложений, диалог и грамматические структуры, to be going to, would like и выражение будущего времени. Thank you. Сейчас у нас аудирование about the museum of Ukrainian art in Kyiv. В политику мы не вникаем, мы вне нее. У нас образование. I want to tell you about my last visit to the museum of Ukrainian art art in Kyiv. It is one of the richest museums, a treasure house of the finest works of outstanding Ukrainian artists of the 19th and the beginning of the 20th century. Немного отвлекусь. Артист это не только артист, но и художник. Не забываем перевод этого слова. Разные переводы имеют слово артист. Еще немножко отвлекусь. Помним, что в английском языке слова имеют много переводов на наш язык, потому что наш язык более многословный, более разнообразный. Поэтому учите разные значения. Ну, понять их можно из контекста. Let's go on. Продолжаем. The Kiev State Museum of Ukrainian Art was opened in 1936. Its numerous galleries contain one of the richest collections of fine arts fine arts изобразительное искусство from the 15th century. This collection is arranged in 21 halls. I was deeply impressed by numerous works of classical painters and famous Ukrainian artists such as Шевченко, Мурашко, Васильковский, Пимоненко, which are on display there. The oldest exhibit displayed in the museum is the wooden relief of Saint George Свято Георги with scenes from his life produced in the 13th century. Visitors can see many icons icons of the 16th, 18th centuries. In another hall we can find the largest collection of Ukrainian portrait art and folk art. To my mind the portraits of Cossack commanders are extremely effective. An extensive art collection of the 19th century includes the works of Шевченко, Шtenberg, Sokolov and other famous painters. The museum has several rooms with a large number of paintings made by contemporary contemporary – уже ходовое слово в нашем языке – современный – contemporary painters such as Melikov, Yablonska and others. Each year the museum of Ukrainian art is visited by foreign visitors and numerous delegations from many cities and villages of our country. I think people should visit museums like this because art plays an important role in upbringing our emotions, tastes and feelings. It enriches our inner world and cultivates love for people and nature. Questions to the text. Good morning тем, кто присоединился. Вопросы к тексту Вопросы являются вашим домашним заданием. Я их продублирую в описании к видео на YouTube канале Алла Симоненко на английском языке. Вопросы к этому тексту. What museum did the author visit? Next. Do the numerous galleries contain one of the richest collections of fine arts from the 15th or 16th century? Next. How many halls are there in this museum? What is the oldest exhibit displayed in the museum? Works of what famous painters of Ukraine can you see in this museum? Would you like to visit this place? Why? That's all. Вот и все. Thank you. Спасибо за внимание. Информация будет продублирована на YouTube канале Алла Симоненко. Я загружу этот видео урок. И лексику, предложения с грамматическими структурами и вопросы к тексту вы сможете найти в описании к видео. Спасибо еще раз за участие. Принимайте участие во всех наших прямых эфирах каждый день с 10 утра. Good morning тем, кто только присоединился и проснулся. Смотрите нас уже в записи. Каждый день с 10 утра у нас видеоуроки английского языка для желающих знать, учить, повторять, закреплять, совершенствоваться, расти в своих знаниях и развитии. Thank you very much. Огромное вам спасибо. See you tomorrow. Увидимся завтра. Goodbye, my dear. До свидания.